Мелбет Первая Лига Мелбет Первая Лига Мелбет Первая Лига 1-0. Какая у нас минута? 14-я. И, наверное, это самый подходящий момент, чтобы сказать, что Енисей вообще очень много забивает. Ну, началось сейчас передача Тихонова. Здесь ошибается опыт ниже Дудива. Изабелин не успевает за Ломатином. И получите, распишитесь 1-0 в пользу Енисея. Кстати, надо отметить, что Сокол, как бы это обидно ни звучало для саратовской команды ее болельщиков, не отличается. Ну, другое дело, давайте, да, атака завершится. Азаров. Азаров ходит в штрафную, может пробить даже отсюда. Но там страхуют. Кажется, это был Тичин. Он принял на себя удар. Дудив или Мальцев? Мальцев разбегается, наносит удар на месте. Очень спокойно, очень уверенно Евгений Ставер забирает этот мяч. Подавать все-таки будет Тихонов. Да, в центр. И следует удар, кстати говоря. Повтор, кто же там наносил удар? Окладников? Или кто-то другой? Нет, это был Хозин. Это был Хозин. Но, тем не менее, сейчас немного вперед мяч продвинули. Футболист Енисея. Может быть, и удар будет это Тихонов. Какой гол! Какой голище забивает Денис Тихонов. А я ведь вам говорил, он в стартовом составе не потому, что он сын главного тренера, а потому, что футболист прекрасный. Вставлять? Да, посмотрим повтор. Выступал он преимущественно за вторую команду. Ой-ой-ой. Знаете, Косаревский здесь как-то сместился. Да, ему перекрыли, конечно, обзор. Свои же футболисты. И снова активизирует саратовская публика. Плиев тут решил проверить, все ли в порядке у Евгения Ставера. А Данила Казанцева. Да, и правда уже в составе Сокола. Нет, опасный момент у ворот. Хозяев это Окладников. Окладников на этот раз защитников опередил. Напомню, что два нарушения у хозяева и шесть у гостей. А это снова Тихонов. Но на этот раз не так опасный. И Косаревский, наверное, больше не купится на что-то подобное. Да, до удара дело наводить. Дудеев бьет. Выше ворота. Там баррикожета по тому угловой. Кажется, Иванов рядом. Егору по ходу первого тайма оказывали медицинскую помощь. А, ну да, они там вдвоем распластались. В подкате перед Дудеевым. Разыгрывают угловую хозяева. Будет ли удар? Это Максименко. Он может пробить, что и делает. Ставер на чеку. Ну вот Сокол в атаке. И вот как раз Максименко с вами длиннющими ногами. И Дудеев снова бьет. И снова выше цели. Смотрим за этим штрафным. Хитрец Азаров ведь может и пробить. Что он и делает, кстати говоря. А это неплохо. Может получиться атака. И можно сейчас, наверное, все точки над и расставлять. Бардыбахин. Здесь Ломатин уже час, по-моему, ждет передачи. Бардыбахин решил пробить сам. То Енисея вообще очень мало фалит. Особенно весной. В общем-то и сегодня. Не особо усердствовали в этом красноярце. Ну что сейчас можно забивать? Нужно было это делать Орлову. Но он бьет выше цели. Ну и респект Енисею за прекрасно проведенный первый тайм. И в итоге выигранный матч. Три очка отправляются в копилку красноярской команды. Поздравляем Львов с этим успехом. Сокол, говорим спасибо Соколу за хорошую игру. Особенно во втором тайме.